Александр Седых. Вячеслав Седых. Сын ведьмы. Книга третья. Пастырь. Часть первая. Дикое поле. Глава первая. Последний хунхуз. По пыльной дороге в Маньчжурской степи, попыхивая дымом из высокой трубы, неспешно катился странный автопоезд. Впереди, в открытом кабриолете, ехали Артём, Фёдор, Андрей и Вито Лосано. На жёсткой сцепке следом прыгал по кочкам крытый прицеп с дымящейся трубой. Внутри урчал паровой электрогенератор, по ходу движения подпитывающий электромотор автотягача. На плоской крыше фургона, греясь на весеннем солнышке, сидел Алексей. Такую необычную картину увидел в бинокль главарь отряда хунхузов. Конечно, бандит не знал имён путешественников, даже не догадывался, что они русские. Но это для грозы Маньчжурских степей совершенно неважно. Под рукой разбойничьего атамана дюжина всадников с карабинами. Угрожать лихим наездникам мог бы только пулемёт в опытных руках, однако к своему удовольствию главарь шайки его в бинокль не высмотрел. А пистолеты в ручках изнеженных европейских путешественников жестокого китайца не пугали. Опытный грабитель караванов не собирался вступать с чужестранцами в рисковый бой. Главарь молодецким свистом прервал процесс изъятия ценностей у пленных купцов, заставив разгорячённых грабежом бойцов скачать сёдла. Захваченный караван чуток подождёт. А вот европейцы могли развернуть странный автопоезд и дать дёру. По степи на автомобилях бедняки не колесят, упускать редкую добычу не хотелось. — Впереди на дороге хунхузы караван грабят! — обернувшись к Алексею, пристал с заднего сиденья автомобиля встревоженный Андрей. — Спокойно, Андрюха, сейчас супостатов распугаем. Неохотно вставляя рукоять Маузера в деревянную кабуру приклад, тяжело вздохнул Алексей. Сын ведьмы обещал Варваре зря народ не губить по пути к светлому будущему, вразумлять словом. Однако по-китайски Алексей изъяснялся слабовато, поэтому решил использовать громкое слово товарища Маузера. Так для малограмотных хунхузов доходчивее выйдет. Главарь банды тоже предпочитал в дикой степи встречу с незнакомцами начинать дружным грохотом винтовочного оркестра. Всадники выстроились в линию поперек дороги и, передернув затворы, приготовили ударный инструмент к работе. Хозяин степи не надеялся взять иностранцев на испуг, как обычно удавалось с местными торговцами. Уж слишком нагло перли чужестранцы на пролом. Видно, не знали, с кем на дороге встретились. Церемониться с богатыми путниками никакого резона у разбойника не было. Купцы хоть регулярную мзду платят, а этих ветер унесет. Проезжих надо обирать сразу до нитки, лучше уже мертвых, суеты меньше. Не рискуя подпускать врага на короткую дистанцию, главарь решил начать расстреливать глупых наглецов с 400 метров. Пока докатятся на дальность револьверной стрельбы, из них дуршлаг получится. Главарь скинул руку, призывая бойцов приготовиться к залпу. Раскосые глаза хунхузов блеснули азартом, но отвести взор от командира не успели. Внезапно пуля чужака сбила с головы разбойничьего атамана белую папаху. Главарь вздрогнул от неожиданности, но совладал с волной страха и махнул рукой, дав отмашку оркестру смерти. Вторая пуля угодила дирижеру в лоб, выбив тело из седла. Часть хунхузов опешила. С такой дальней дистанции они могли только в контур всадника попасть, и то не факт. Но самые горячие не растерялись и скинули карабины к плечу, намереваясь поквитаться за смерть главаря. Однако частые щелчки чужих выстрелов опередили. Не у всех храбрецов оказались высокие головные уборы. Вместе со сбитыми шапками пули выдрали кровавые клочки кожи с волосами. Выстрелить в мчащийся дымящий крематорий на колесах никто не успел. Дураков дожидаться повторного предупреждения не нашлось. Пример с главарем впечатлил всех. Лошади, учуя в кровь и обуявший всадника в страх, беспокойно заметались. О прицельной стрельбе даже речи уже не было, а дымящее механическое чудовище неумолимо приближалось. Преимущество дальнобойных карабинов таяло. Еще чуть-чуть, и рой пистолетных пуль сметет растерявшихся всадников. Кто-то драпанул первым, следом, и все стадо разбойников бросилось в спасительную степь. Лишь верный конь главаря остался подле свалившегося на земь хозяина. Стук копыт быстро стих вдали. Из-под ближней телеги выползла неуклюжая фигура бородатого толстяка в поповской рясе и на четвереньках подкралась коню, бьющему копытом землю возле мертвеца. Жадная ладонь вцепилась в свисающие поводья, не позволив животному убежать при приближении странного колесного экипажа. Дымя высокой трубой, тихо урча электромотором, подкатился автопоезд. — Господа, я поймал ваш трофей! — вставая с колен, заголосил толстозадый попик. — Надеюсь, поделитесь наградой. — Мы ни с кем не воюем! — спрыгнул с крыши фургона Алексей и убрал маузер в кабуру. — Просто мимо проезжали. — Так за голову белого хунхуза царская казна золотом заплатит! — поднял с земли шикарную белую попаху служитель церкви и высунул палец в пулевое отверстие. — За головами не охотимся! — беспечно отмахнулся Алексей, проигнорировав алчно вспыхнувший блеск в глазах подошедшего отрядного казначея. — Мы опять филантропы-пацифисты! — разведя пустыми ладонями, с горьким вздохом признал прискорбный факт Андрюха. Деловой атаман анархисту нравился куда больше, но вновь гневить казака было боязно. Горячий квартал Макао и кучи трупов пугали. Повторение безумства сына ведьмы интеллигенту не хотелось. Зато теперь можно чуть расслабиться. С прежним атаманом и сотня хунхузов не страшна. Хоть дал Алексей за рог не губить зря человеческих душ, а ведь когда потребовалось, рука не дрогнула. Алексей заметил ехидную хмылочку товарища. — Не было времени заблудших на путь праведный наставлять! — шумно захлопнул крышку кобуры провинившийся проповедник. — Это был последний хунхуз. Я за рог дал. — До Руси мы не доехали! — хихикнул Андрюха. — Можно еще чуток пострелять! — Забери от греха! — Алексей раздраженно швырнул соратнику Маузер в кобуре. — Не кажи гоп, пока не перепрыгнул! — поймал оружие ординарец и обернулся к попу. — Кстати, святой отец, далеко ли до границы? — Если поторопимся, то к вечеру прибудем! — сунул белую попаху хунхуза под мышку расторопный служитель культа. — Добрые люди, не поможете покойничка на коняшку взгромоздить и веревочкой перехватить? — Да зачем труп с собой волочить? — не понял хитрого плана попа Андрюха. — Оставь на дороге, свои вернутся подберут! — А коли не вернутся! — озабоченно вздохнул сердобольный попик. — Степные шакалы тело убиенного растерзают! — Ну так на вершине сопки прикопай! — кивнул казначей на близлежащую возвышенность. — Без погребального обряда негоже! — протестующий затряс жуденькой бороденкой толстячок. — А я басурманских обычаев не ведаю. Лучше отвезти тело разбойника на пограничную заставу. Казачки сами родственникам вернут, хунхузы своего главаря обязательно выкупят. В конце проговорился об истинном интересе хитрый попик. — Ладно, черт с тобой, святой отец! — сожалея об упущенной выгоде, вздохнул меркантильный Андрюха. — Поможем, только не задаром! — Так мне добрым людям и заплатить-то нечем! — клещом вцепился в уздечку трофейного коня служитель. — А в телеге чего везешь? — кивнул на разворошенные грабителя Митюки Андрей. — Игумен Михайловского монастыря послал распространить книги Святого Писания. — Да кому твои псалтери в Китае нужны? — недоверчиво прищурился бывалый коммерсант. — Небось контрабанду в книжках через границу таскаешь. Попа биженно надул губы и, не выпуская добытую шапку из-под мышки, мелко перекрестился. — Богомерзкими делами не промышляю. Вдоль кого ЖД много православных христиан живет. — Чего же полные тюки с книгами тащишь обратно? — грамотно пытал Андрюха. — Смута в умах народа пошла после революции. — горестно вздохнул проповедник. — Никакой тяги к истинной вере православной не осталось. А тут еще дьякон Никодим зимой занемог. Здоровенный бугай от лихорадки местной в одну неделю нутром сгорел и помер. Пока Андрей пытался вывести хитрого попа на чистую воду, Алексей взгромоздил тело хунхуза на коня, перекинул поперек седла и привязал веревкой. Ничего брать себе из вещей мертвеца Алексей не хотел. Сильно жалел, что пришлось пристрелить бандита. Хотя в душе и понимал, иначе было нельзя. Так дело обошлось только одной жертвой. И ведь предупредил супостата. Первой пулей попаху с головы сбил. — А еще чего везешь? — пока новый хозяин привязывал коня позади телеги, бесцеремонный анархист успел залезть на повозку и проверить разворошенный багаж. — Бумаги какие-то, печать церковная, ряса монашеская. То от помершего дьякона Никодима запасная одежка осталась. — Алексей, а ведь почти твой размерчик. — примерил рясу к своим плечам Андрюха. — Ростом чуть коротковато. — Так тут запас можно отпороть. — Коли купите, дешево уступлю. — охотно согласился выгодно сбагрить имущество расторопный попик. — За даром возьмем, — рыкнул на неблагодарного субъекта спаситель. — Мы тебе коня с хунхузом подарили, а ты нам рясу и книги отдашь. — Святое писание больших денег стоит. — резво запрыгнул на телегу и вцепился в тюки с макулатурой жадный попик. — Так и награду за поимку белого хунхуза тебе царская власть немаленькую отвалит. — скомкал отнятую рясу казначей и спрятал трофей за спину. — А будешь долго припираться, от каравана отстанешь. Вон уже остальные купчишки, разбросанное барахло подобрали и в путь готовы тронуться. — Черт с вами, басурмане! Граб тебе одного святого человека! — смирился с разбоем торговец реликвиями. — Только до пограничного кордона сопроводите, а то налетят обиженные разбойники, порубят православных. — Сопроводим за отдельную плату! — выжимала ситуации максимум пользы деятельный казначей. — Так уж обобрали по полной! — сплеснул пухлыми ладошками горемычный поп. — Остальные купчишки не знают о нашем уговоре! — подмигнул подельнику ловкий махинатор. — Пробегись вдоль каравана, собери плату за вооруженное сопровождение. Денежки можешь себе оставить, а нам выдай бумаги с церковной печатью. — Сущие разбойники! — показно нахмурил брови очень заинтересовавшийся выгодной аферой церковный деятель. То, что торговцы дорого заплатят за конвой, поп не сомневался. Китайцы боялись странных путешественников, не меньше хунхузов. Да и те могли в любой момент вернуться с подмогой. Между двух огней попали бедолаги, раскошель отца. Поэтому торг попик затягивать не стал. — А какие бумаги вам потребны? — Монастырские накладные и разрешение на торговлю религиозной литературой. И вообще, вываливай-ка все! — Да чтоб ты подавился, вымогатель! Торопливо достал из кожаной сумки пачку бумаг попик и швырнул на разорванный холщовый тюк. — Еще документик сварганешь для моего товарища! — кивнул на атамана отрядный писарь. — Что принят, отставной прапорщик Ронин Алексей в монахии. Чин церковный пропишешь, какой уж сможешь, и печать на бумаге поставишь. — Лишь вынаки могу произвести! — скромно развел руками церковный делец. — Только это уж обещаю на пограничном кордоне вам прописать. В дороге аккуратно не получится. А сейчас, дозвольте, господа контрабандисты, денежки с каравана собрать, пока в путь не тронулся. Толстый попик резво соскочил с телеги и, подобрав руками и подол рясы, посеменил короткими ножками вдоль телег. Мзду с торгашей за безопасную проводку каравана собирать. Атаман не мешал мелочному казначею отряда обогащаться, но искренне недоумевал. — Зачем нам эта морока? — с неприязнью глянул на расписанные бумаги Алексей. — Ты свою небритую рожу давно в зеркале видел, турист! — криво усмехнулся Андрей. — Да, надо бриться начинать. — Потрогал густой пушок на щеках юноша. Семнадцать лет уж в этом году парню исполнится. Хоть и выглядел сын ведьмы на двадцать пять, но щетина на лице только сейчас начала расти. До сей поры казачок безусым ходил. — Пять мужиков с бандитскими рожами, больно подозрительная компания. Показал растопыренную пятерню Андрюха. — А твоя богатырская фигура с военной выправкой вообще на нехорошие мысли наводит. Лучше бы от остальных чуток сторонки держаться. Паспорт тебе и пошки выдали почти как настоящий, а теперь еще в иноки запишешься. Вон смотри, какими удобными сопроводительными бумагами монахи Попика снабдили. Проездные без определенного места назначения. Дозволено распространять веру, где паства примет. Так не только по Китаю, но и по всей Руси путешествовать можно. Власти чинить препятствий не станут. Главное, в чужую церковную епархию со своим уставом не лезть. Попы конкурентов не любят. Но мы же, княженцы, особо рьяно продавать не намерены. Даст Господь до самых центральных губерний распространим Христовые заповеди. Я у тебя в найме пойду. Кому-то за товаром следить надо бна. И постой святому проповеднику организовывать. Ты же у нас чудик не от мира сего. Проповедник каких не сыскать. Да и по бумагам в Японии состряпанным. Сильно на голову контуженный. Вот, подлечился в Китае, но, видимо, не до конца. Иногда в душе бесы буянят. Вспомни, как в Макао раздухарился. Такое больше не повторится. Заскрипел зубами Алексей. Вспоминать свое состояние во время пожара не хотелось. Лучше не зарекайся, Атамон. Озорно подмигнул Андрюха. Злые дни по земле много бродят. Обязательно под руку подвернутся. Может и правда в монахи податься. Нахмурившись, всерьез воспринял идею Алексей. Соблазна губить народ меньше будет, а проповедовать и лечить в рясе даже с подручней. Во, еще медный крест на пузо повесишь. Совсем христосиком заделаешься. Бросил в казака комок монашеского одеяния развеселившийся анархист. Примерясь, отче. Надо у попа еще высокую черную шапку отжать. Клобукинок уносить не положено. Просветил атеиста воспитанник священника. Ну, вам, батюшка Алексей, виднее. Рассмеялся затейник маскарада. Товарищи, давайте добытый товар в фургон перетащим, пока шустрый попик не вернулся и парочку экземпляров Библии не стырил. Тот еще прощелыга. Подошли Артем с Федором, наблюдавшись за разговором со стороны, помогли быстро перекинуть холщовые тюки в автоприцеп. Большевики одобрили идею Андрея формально разделить отряд. Объяснить наличие дружной толпы вооруженных мужиков в одной машине было действительно проблематично. А так выходило, будто бы трое путешественников сжалились и взялись подвезти за небольшую плату двух попутчиков. Кроме того, изменялась концепция появления саквояжа с валютой и драгоценностями, отжатыми казакому триады. Теперь это не личные сбережения удачливого бизнесмена из Макао Андрея Волкова, а церковная казна, которую он перевозит из заграничного прихода в Михайловский монастырь. С кобурой Маузера на бедре и клинком в Акидзасе за поясом Андрюха Воин смотрелся весьма грозно, а в церковных бумагах, взятых у попика, сведения о перевозимом количестве ценностей значились весьма расплывчато, ведь предприимчивый игумен не мог заранее угадать выгоду от китайского рейда. Осталось только для большей достоверности опечатать сургучной печатью саквояж Бао Джана. Плутоватый попик за эдакую плевую услугу дорого не возьмет, Андрюха точно просчитал делопута. Вскоре маленький торговый караван тронулся, автомобиль вооруженных чужестранцев пристроился в хвост колонны. Хунхузы больше не беспокоили, хотя Алексей видел, что пара всадников следила за караваном издали. К вечеру добрались до Брода через пограничную речку Аргунь, приток Амура. На русском берегу располагалось бревенчатое здание таможни и дюжина изб амурских казаков. Телеги каравана и автопоезд гуськом скатились с лысого пологого холма на китайской стороне и неспешно пересекли мелководье, усыпанное крупной галькой. Воды в речке было по ступицу колеса. Гостей встретили вооруженные карабинами казаки. Держались настороженно, опасливо посматривая на китайскую сторону. Солнце уж клонилось к закату. Тени длинными щупальцами крались по земле. С гостями вступал в беседу лишь командир заставы. Только он сносно говорил по-китайски. Купцы плохонько знали русский, поэтому разговор шел на смеси языков, подкрепленных отчаянной жестикуляцией. Казак дотошно осмотрел груз, внимательно изучил паспорта торговцев, контрабандных товаров не обнаружил, изъянов в бумагах не увидел и пропустил караван беспрепятственно. Китайцы торопливо уплатили таможенные сборы и, не оглядываясь, удрали в ночь. Опасались мести хунхузов за убитого главаря. А вот у шустрого Попика лошаденка была дохленькая, решил отстать от каравана и переночевать на пограничной заставе. Правда, Андрюха подозревал, что жадный святоша остался выжиливать положенную за ликвидацию разбойника награду. Трофейного коня и оружия казаки тут же реквизировали в казну, а наградную грамоту обещали выдать только по утру. Командир казачьего разъезда сослался на отсутствие писаря на заставе. Гонца в станицу он отправил сразу, как только узнал, какого важного покойничка приволокли гости. Особой радости привезенный Попом трофей у казаков не вызвал. Хоть и отрадно было, что белого хунхуза чужеземцы завалили, много пакостей натворил Китайоза, но проблему своей смертью он создал тоже нешуточную. Все знали, что разбойники путь каравана отследили и завтра прискачут мстить. Возврат тела не умиротворит разозленных родственников покойного. Непонятно было, почему бандиты не попытались еще на китайской стороне малыми силами отбить мертвого главаря. Ведь получалась потеря лица. Теперь такой позор нужно смывать большой кровью, иначе по всей Маньчжурской степи нехороший слух пойдет, а без должного уважения и другие торговцы от рук отобьются, начнут отстреливаться. Месть за уважаемого главаря разбойного клана должна быть страшной, чтобы ни у кого больше рука не поднялась защищаться. На жадного попа и глупых путешественников казаки косились недобро. Виновников суматохи казаки заставы не отпустили. Командир поста бегло пробежался взглядом по весьма подозрительным паспортам и, сославшись на поздний час, перенес досмотр транспорта на светлое время. А пока предложил заночевать в гостевой избе, место на пятерых там в Досталь, еще и хитрый попик пристроится. Видя встревоженные лица казаков, Алексей подошел к десятнику. За подмогой гонца послал, кивнул на дорогу Алексей. Мести хунхузов опасаешься? — Завтра родственнички покойничка прискачут. — Тяжело вздохнул командир. — Если прямо с утра появятся, то отряд из станицы не поспеет подойти. Ваши пять стволов на заставе пригодятся. Казак из-под лобья зыркнул на статную фигуру гостя. — Контрабандисты или бывшие военные? — Бывшие, — усмехнулся Алексей. — Но в войне подсобить сможем. — Который из вас белого хунхуза завалил? — Вон, Андрюха-снайпер, что с Маузером на боку, — передал товарищу Лавры Славы Алексей. — А ты, батюшка, стало быть, не воюешь? — недоверчиво прищурил глаз бывалый казак. От верного купчишки из каравана он слышал другое. — Святой обед дал. Не губить больше на Руси душ человеческих. Смиренно склонил голову инок и истово перекрестился. — Теперь токмо проповедовать истинную веру и лечить тела страждущих мне дозволено. — Нельзя ли, батюшка, твой обед завтра на вечер перенести? — С утра трохи с нами повоюешь, а после и усопших отпоешь. Не верил святость здоровенного детины казак. Уж боль на вид у широкоплечего монаха разбойный был, и наметанный взгляд казака сразу определил рясу с чужого плеча. — Я не батюшка, а всего лишь скромный инок Алексей, — поклонившись, поправил десятника святоша. — Самому мне проливать чужую кровь грешно, однако молитвой идельным советам православному воинству помогу. — А меня Герасимом Палкиным кличут, — усмехнувшись в густые, закрученные кончиками кверху усы, протянул открытую ладонь десятник. — Идельный совет от толкового бойца я выслушать завсегда готов. — Ронин! — крепко пожал протянутую руку Алексей и сразу перешел к делу. — Сколько бойцов на заставе? — Вместе со мной девять сабель. — Пулемет есть? — Только в столице. Но раньше полудня подмога не подойдет. — Тогда воспользуйтесь нашим Максимом, — удивил гость. — У вас и пулемет есть. Так вот почему хунхузы не решились вас вдогонку атаковать. — К утру с божьей помощью сотворим, — перекрестившись, пообещал чудо странствующий инок. — Как это? — округлились глаза у казака. — Герасим, я тут за кулицей поляницу дров видел. Столярный инструмент и темная краска найдутся? — Инструмент отыщется. — А заместо краски можно смолу и деготь использовать. — догадался о затее инока казак. — Только тогда нужно и пулеметную ленту сшить, и патронами набить. — Я нашим бабам поручу. За ночь изготовят, как настоящее будет. А вот стольеров таких, чтобы копию пулемета из полена выточить, на заставе нет. Нам с подручней шашкой махать, чем рубанком и стамеской. — Со мной как раз бывший оружейник путешествует, — подмигнул казаку Алексей. — Федор, мастер на все руки. — Хунхузы поостерегутся на пулемет толпой переть, — заулыбался командир заставы, однако вскоре опять загрустил. — Возможно, до подхода станичников продержимся, но ведь злые дни степи переждут и снова на кордон полезут. Подгадают время, когда все разъедутся и приползут ночью хаты жечь. — Значит, надо так отвадить, чтобы дорогу сюда навсегда забыли. — задумался над проблемой боевитый инок. — Герасим, а у тебя в боезапасе имеются гранаты? — Гранат нет. — Но пара ящиков динамита в хозяйстве припасено. Гордо крутанул пальцами кончик усов казак. — Контрабандисты взрывчатку у инженеров с КВЖД украли и через границу пытались протащить, а мы изъяли и рыбу им глушим иногда. — Вот завтра твой динамитик нами пригодится хунхузов глушить, — азартно потер ладони сын ведьмы. — Вряд ли поможет. Китайцы как тараканы разбегутся, тапком не перебьешь. Засомневался в действенности динамитных шашек бывалый казак. — Значит, надо на приманку в одну кучку собрать. Не унывал тактик боя, ряженный в монашескую рясу. — Так тебе ж, батюшка Алексей, вроде как нельзя. Усмехнувшись, шутливо погрозил пальчиком казак. — Всего лишинок. Подняв указующий перст, снова поправил затейник и попытался оправдаться. — Так действо будет проистекать не на территории Русской империи, и я в богопротивной войне не собираюсь принимать участие. Кунхузы сами себя напугают. До смерти. — Да как же такое чудо сотвориться и без тебя, батюшка Алексей? Герасим уже понимал, кто здесь главный творец. — Я лишь чуть-чуть поспособствую. Скромно сложил ладони домиком инок-чудотворец. — Командуй, батюшка, что еще тебе для святого дела потребно? Две вместительные сидельные сумки, пару метров веревки и... Алексей прищурил глаза, прикидывая размер инвентаря. — Перекрестие из двух палок, длиною в руку. — Это еще зачем? — опешил казак. — Ты, Герасим, приключенческие романы любишь читать? — Чего? Не понял, о чем вообще речь, малограмотный сибиряк. А я вот о Северной Америке много читал, про индейцев там всяких, но вот однажды попалась мне как-то история о всаднике без головы. Мертвый наездник, привязанный к седлу, скакал на вороном коне по Мексике и страх на округу наводил. — Белому хунхузу голову отрезать хочешь и на коне усадить? — передернув плечами, поежился станичник. — Голову отрезать не обязательно, — хищно улыбнулся жестокий романтик. — И так жути нагоним. — Ну, действуй, грамоти, тебе виднее, — дал добро казак. — Лишь бы злы дни от кордона отвадил. Утром на лысом сгорке по ту сторону брода показались конные хунхузы. Завидев на русском берегу автомобиль со станковым пулеметом, установленным на багажнике, всадники не решились спускаться к реке. Новенький Максим красовался вороненой сталью ствола и поблескивающими на солнце латунными гильзами, заправленной пулеметной ленте. — А ведь и правда выглядит как настоящий! — похвалил, пожав плечо, Федору, командир заставы. Гости вместе с казаками залегли в неглубокой траншее напротив брода. Только Вита Лосано и Андрей Волков притаились за макетом пулемета, усевшись на заднее сиденье авто. Андрюха предварительно заполнил багажник мешками с песком, поэтому вражеских пуль не опасался. — Где же Алексей? — высунувшись из окопчика, завертел головой Артём, высматривая чёрную рясу инока. — Хунхузы показались, сейчас и наш батюшка появится! — уверовал находчивого отставника казак. Документы прапорщика он накануне видел и уже не сомневался в их подлинности. Так хладнокровно мог воевать только опытный фронтовик. Из-за угла избы вышел высокий инок в монашеских одеждах, на груди сверкал в солнечных лучах медный крест. Атрибут Андрюха временно позаимствовал у жуликоватого попика, ибо так фигура инока должна была внушать китайцам больше уважения. Алексей вёл в поводу коня с покачивающимся в седле наездником. С боков коня свисали чем-то доверху заполненные кожаные сумки, но застёгнутые клапаны не давали разглядеть груз. Хунхузы взяли фигуру парламентёра на прицел, из-за обреза холма выехали до полусотни всадников и спустились по пологому скату. Инок в чёрной рясе неспешно перевёл коня по мелководью. Держа за уздечку, подвёл к самым богато одетым хунхузам со злыми, перекошенными рожами. Всадники плотным полукольцом окружили парламентёра. «Белый хунхуз не пропустит вас к русскому кордону, ослушайтесь, умрёте!» На плохоньком китайском языке громко известил всю банду чёрный инок. Алексей больше ничего не сказал, развернулся и, не оборачиваясь, пошёл к воде. Сын ведьмы отлично контролировал пространство колдовским зрением, а для гравитационного воздействия на тела и предметы ему требовалось лишь создать мысленный образ. Многодневные упорные тренировки даром не пропали. В момент опасности из тёмного подвала души чародея выполз дьяволёнок и на минуту вновь овладел сознанием доброго казака. Алексей позволил злой колдовской силе порезвиться напоследок. Отдал последнего хунхуза для кровавой потехи. Невидимые гравитационные щупальца протянулись к мертвецу, взяв тело всадника под контроль. Новый главарь шайки недоумённо таращил глаза то на безжизненный труп, усаженный на коня, то на удаляющуюся спину наглеца. Опомнившись, приказал чужаку остановиться и скинул карабин к плечу, прицеливаясь. И тут произошло невообразимое. Убитый хунхуз ожил, поднял голову в белой папахе и глянул остекленевшими глазами. Бледная ладонь покойника медленно достала из-за пояса револьвер и словно нехотя навела в грудь ослушника. Кровь застыла в жилах нового главаря банды. На долгую минуту повисла мёртвая тишина. Затем главарь совладал со страхом и попытался винтовочной пулей достать уже перешедшего брод русского шамана. Белый хунхуз выстрелил раньше. Револьверная пуля пробила халат китайца в районе сердца. Бандит кулем свалился с коня. Приближённые главаря дали шумный залп по ожившей твари в белой папахе. Но пули не вышибли привязанное тело и седла, лишь заставили подёргаться, словно от щекотки. Белый хунхуз опять скинул руку и пятью револьверными выстрелами свалил актив шайки. Последнюю пулю мертвец выпустил в одну из притороченных к седлу объёмных сумок. Раздался оглушительный взрыв. Отряд разбойников взрывной волной разметала по склону. Ошмётки окровавленной плоти градом посыпались в воды Аргуни, окрасив их в красный цвет. На склоне образовалась глубокая воронка. Облако всклокоченной пыли ещё долго висело серой пеленой в воздухе. Из отряда хунхузов уцелели лишь дозорные, оставшиеся на вершине холма. Взрывная волна свалила коней вместе с садниками и присыпала пылью. Очухавшись, везунчики, шатаясь, поковыляли в степь, разнося страшную легенду о божившем мертвеце и злом чёрном колдуне, обитающем на русском берегу Аргуни. — Живите спокойно, казачки! — подойдя к окопчику, даже не обернувшись посмотреть на дело рук своих, смиренно известил чудотворец. К этому броду хунхузы никогда не сунутся. — Издали не особо разобрать, что за стрельба по ту сторону учинилась! — вставая на ноги, напряжённо всматривался в клубящееся серое облако десятник. — Батюшка, ты чего это супостатам такого сказал, что они с перепугу сами перестрелялись? И кто динамитную бомбу взорвал? Китайцы попались какие-то нервные. Невинно потупившись, пожал плечами боевой инок. Видно, испужались покойничка, суматошную пальбу начали. Вот шальная пуля в сумку и угодила. — Ну и мастер ты, батюшка Алексею, уговаривать врагов отправиться на тот свет! — нервно рассмеялся казак. — А усопших отпеть сможешь? — Легко. Только вы их на китайском бережку прикопайте, там уже и могилка под братское захоронение вырыта. Алексей грустно вздохнул. — Пусть следы грехов на чужбине останутся. Я же зарок дал. Казак искренне верил, что это был последний хунхуз. Но заодно поддерживал эту веру и внутренний спутник. Довольный бесенок, получив обильное жертвоприношение, издевательски хихикая отступил в тень души сына ведьмы. Добро вновь восторжествовало. Надолго ли? К обеду прискакал отряд из станицы. Воевать уже поздно было, зато прибраться возле заставы помогли. Станичный атаман похвалил молодого инока за смекалку и храбрость. Жуликоватому попику нехотя выписал наградную бумагу за уничтожение белого хунхуза и побыстрее выпроводил во своясе. Только вот крест наперстный, что поверх рясы вешается, казаки у попика изъяли и батюшке Алексею подарили. Уж сильно всем молебен в исполнении молодого инока понравился. Алексей так умел молитву читать, что душа в груди пела, а тело ввысь воспарить рвалось. В такие моменты во все стороны от чародея исходили незримые гравитационные волны. Пришлось путешественникам задержаться еще на ночь. Головной атаман уговорил гостей разделить его вместе с казаками скромную вечернюю трапезу. Признали станичники в Алексее родную казацкую душу. Громко трапезничали до самой зорьки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!